Придумывают бизнес, который будет выгоден для экологии и при этом станет приносить доход, а также помогать развитию города Байкальска. Неразрешимую на первый взгляд задачу смогли решить 50 человек. Все они участники школы экологического предпринимательства. Что это за образовательное учреждение и где оно работает, узнаете прямо сейчас. Наш продукт позволит людям проводиться в первостанную природу. Это 50 километров велотрассы по горе Соболиной в Байкальске. Оборудовать их предлагает Денис, чтобы привлечь отдыхающих на гору и в теплое время года, а не только лыжников и сноубордистов зимой. Позавчера мы проводили опрос непосредственно на горе Соболиной среди катающихся и порядка 95% опрошенных выразили желание приехать летом и покататься на велосипедах. Этот проект – результат обучения в школе экологического предпринимательства. Она работает в Иркутской области уже второй год. Ее участники должны представить бизнес-идеи, которые будут во благо экологии Байкальска и помогут дальнейшему развитию города. То есть это новые рабочие места для жителей и повышение туристической привлекательности Байкала. В этом году в решении данных задач практиковались 50 начинающих бизнесменов из районов Иркутской области, Хакасии, Забайкальского края. Организовала и профинансировала их обучение крупнейшая российская компания в сфере энергетики, металлургии и горнорудной промышленности «Н плюс Групп». Для нас, как для одной из крупнейших компаний, которая инвестирует в экономику Сибири, очень важно, чтобы параллельно с большими проектами развивался и малый бизнес. Школа экологического предпринимательства – уникальная площадка, на которой ребята талантливые, начинающие представлять свои проекты. И эти проекты, по крайней мере, часть из них совершенно точно будет реализована. Сначала дистанционно всежелающие присылали свои экопроекты. 17 лучших были отобраны специалистами, а их разработчиков пригласили на обучение. Пять дней с ними занимались 20 экспертов в сфере бизнеса и туризма. Их задача была – помочь учащимся доработать проекты, научиться преподносить свои идеи инвесторам, чтобы получить деньги на развитие дела. Как итог обучения – пятиминутная презентация перед жюри. До этого этапа дошли лишь семь команд. Юные предприниматели сами могли стать инвесторами, вложить деньги вот в такую банку. Минимальная ставка – 50 рублей. Затем эти деньги отойдут тому проекту, за которое проголосовало большинство участников школы экологического предпринимательства. В итоге набралось более 5000 рублей. Этот приз поделили два проекта – фестиваль воздушных змеев и сувенирная мастерская в юрте. А эксперты выделили другие идеи. Среди них – проект по сбору и продаже дикорастущих трав и создание сети велосипедных дорожек. Вполне возможно, что уже в скором времени они будут реализованы. Кстати, проект прошлого года – велогонка на острове Ольхон – уже состоялся. Алена Полоненко, Владимир Ковту, Новости по будням.